И тем, как у нас все пойдет, действовать, мне очень бы хотелось отступрово получить удостоверение действительного члена императорского православного крестинского общества. Это вот такое красивое удостоверение. Подписано Степажем Сергеем Владимировичем, председателем императорского православного крестинского общества. И вот такой замечательный нагрудный знак, который с 1882 года не меняется в год основания императорского православного крестинского общества. Здесь написано «Не устану ради Сионы и ради Мусорима не успокоить». Экзайда Петровна была вторым председателем императорского православного крестинского общества. А первым председателем был его генеральный депутат, великий князь, но мы об этом еще поговорим. А сейчас мне хотелось бы поприветствовать наших уважаемых гостей, азиат. Мы сказали, что гости, азиат. И первое, наверное, мы слово предоставим заместителю главы города по данным и данным. Добрый день, уважаемые депутатцы, отец Прохов, уважаемые гости. Сегодня действительно для нашего города знаменательное событие. Это то, что мы с вами являемся участниками замечательной программы «Восхождение в сердце». Кто успел ознакомиться с выставкой, фотовыставкой, увидели, что фотографии представлены действительно уникальными, потому что они свидетельствуют об уникальной личности Елисавете Федоровне. Человек, который является членом царской семьи, но человек, который посвятил свою жизнь благотворительностью. Поэтому она является для нас с вами всем примером. И поэтому, ответные главы города, разрешите поприветствовать вас, уважаемые депутатцы, отец Прохов, уважаемые гости. И пожелать, чтобы выставка, которая сегодня в нашем городе, была не последней, о чем сегодня вы уже сказали. Поэтому мы рады видеть вас всех, всем счастья и благополучия. И пусть выставка действительно принесет нам с вами большое удовлетворение и концертная программа в том числе. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 И сейчас я хочу передать слово главе детского района Леснике Геннадьевичу. Спасибо. 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 Дорогие, дорогие друзья, уважаемые отцы, священнослужители, позвольте мне от имени Аптестраца Беликирского района сердечно приветствовать участников сегодняшнего праздника. Сегодня действительно, в общем, я считаю, большой праздник не только для православных, но и для всего населения Дмитрия Дорога и Минекинского района, поскольку мы, вот участвуя сегодня в этой выставке, все больше и больше узнаем о тех наших, о жизни сегодня, познаваем о жизни Елизаветы Федоровной. Возможно, в годы советской власти мы не знали или нам предподносили совершенно другую сторону. Сегодня мы познаем о том человека, который пришла к нам, к Россию, из далекой, по-моему, она немка по национальности, приняла православие и до последних минут своей жизни посвятила себя именно России. Именно с ее помощью было создано православное палестинское общество, которое оказывало большую благотворительную помощь. Она очень серьезно заботилась о своем населении, о государстве, о людях, о бедном. Поэтому, я думаю, сегодняшняя выставка и сегодняшняя наша встреча позволят нам еще больше, еще глубже узнать о жизни этой святой. Ну и хочу сказать о том, что сегодня, пользуясь моментом, здесь присутствует очень много наших священных служителей. Сегодня православный храм, православие оказывает очень много тоже благотворительную помощь. И нашему населению ведут большую пресветительскую работу. Поэтому, пользуясь моментом, уважаемые нации, священные служители, отец, руководства и владыки, я хочу вас поблагодарить за вашу работу. Всем вам желаю здоровья, счастья, благополучия, добра, с праздником вас. Также отмениться студентов, выступит глава филиала университета МИФИ и поприветствует вас. Иван Анатольевич Мистаганов. Уважаемый, уважаемые друзья, уважаемые дорогие дети, совершенно замечательный, действительно праздник. И я отменил нашего большого коллектива, студента МИФИ, на счету международного коллектива, национального сфера университета МИФИ, приветствую вас на этом доме, на этом событии. Но совсем недавно мы могли увидеть то, что не дают не все города, не имеют возможность и жители нашей страны уйти. Мы здесь познакомились с фотовыставкой, посвященной нашему патриарху, патриарху Московского Министерства. Она делалась достаточно долго, до 10-го января, и многие наши жители, студенты, умели познакомиться с жизнью нашего патриарха. Сегодня мы имеем возможность, вот из 17-го часа мы только узнаем, возможности познакомиться с фотовыставкой, посвященной в патриархе, в патриархе, в патриархе, в патриархе. Светлая, мы получили это ощущение друг с другом, посмотрели то, что здесь представляем на выставке. Вам удачи, всего хорошего, и в жизни только светло и радостно. Вот позвольте вам на память эти маленькие сувениры. Это императорство общества сдало такой календарь, посвященный имену Министерства Петербурга и Петербурга. А это творцы из Матвеевых Крыма, очень уважаемый член нашего общества, он и народный художник в России, и почетный профессор Академии ПСБ, и крупный ученый, как раз по вашей части, Министерства Владимира Кресовича, он тоже как художник издал такой календарь. Очень рада, что это издается. Спасибо вам. Как я и обещал, сейчас хочу зачитать обращение владыки ко всем присутствующим здесь. Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, открываемая сегодня нами выставка «Восхождение в святость» посвящена 150-летию со дня рождения уникальнейшего человека, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Принцесса, великой княгине Российского императорского дома, после трагической гибели своего супруга, от рук террориста последовала призыву Христа и в прямом смысле слова раздала все имение свое нуждающимся и посвятила свою жизнь служению Богу, заслужив огромную известность своими делами милосердия и благочестия. Она не гнушалась лично ходить на Хедровку, самое криминальное место Москвы той эпохи, и забирать оттуда сирот, крутилась наравне с сестрами, основанной ей Марфо-Мариинской обители. Вначале ухаживала за тяжелобортыми пациентами, во время Первой мировой войны активно занималась помощью раненых, в том числе и пленным солдатам-противникам. Великая Княгиня является мой пример всем нам. Тяжелые для своей страны времена, и во время вечной трагедии она не закрылась от мира, не впала в уныние. Откликнувшись на призыв Господа, последовала его слову и жизнью своей показала, что такое христианство. Ее труд, ее служение, это истинный православный русский гуманизм. Лишенный высокопарных рассуждений, но приносящий свой добрый плод и превозносящий Игорь Христова. Мы также живем в нелегкое время. И мы все, а не только Елизавета Федоровна, призываем и Богом к следованию Ему. Наше будущее творится каждым из нас в каждый момент времени. Лишь от нас зависит, каким оно будет. Призываю вас, дорогие мои, задуматься о том, какого будущего желаем себе и своим детям мы. Великая Княгиня это прекрасно знала и понимала и действовала. Давайте вдохновимся примером огромных достижений этой слабой вдовы, стяжавшей святость, и также начнем строить свое будущее сейчас. В завершение выражаю глубокую признательность организаторам выставки императорскому палестинскому обществу, которое любезно предоставило нам эту экспозицию. Также директору научно-культурного центра имени Славского Ирине Вячеславовне Чекановой, благодаря которой эта выставка сегодня здесь, в Дмитровграде. Также благодарю всех, чьими усилиями и трудами эта выставка была организована, доставлена, призываю на всех вас в божьем благословения. Деодор, епископ Ирикетский-Чертофельский. Спасибо большое. Будьте добры, Адитопов, передайте вот эту тарелку, ее нужно открыть. Это сервиское подворье в Еврославии. Должна сказать, что в 19-м, начале 20-го века очень много было земель русских, русские христины, есть такое понятие, святой земли. Потом все ту разу обстоятельства тем, где наши были потеряны. Не хочется даже вспоминать некоторые обстоятельства. Но сейчас ведется очень большая работа общества для того, чтобы вернуться. У нас были и подворья там, и для полонников разного уровня гостиницы, и были храмы. Вот утеряно очень много сервиское подворье, которое как раз посвящено первому руководителю императорского православного президента общества Сергею Санычу, или князю Сергею Санычу Романову. Вот оно теперь снова наше. И Владимир Владимирович Путин будет даже если не надо открывать, вот эта тарелка такая памятная Сергея Вадимович просили владыки Диадору вообще архивеем даже передать членам общества. И пусть это будет вот первая ласточка на территории последней по открытии наших земель в Палестине. Было очень много таких школ там, в которых учились ребята арабские и преподавали там и на русском, и на арабском языке. Больше 100 школ было в Библейске в Палестине, я имею в виду территориально. Вот начинают устанавливаться какие-то школы, и Сергей Вадимович открывал в Вифлееме год назад в русском центре новой геокультуры такую школу, а сам центр открывал два года назад Владимир Вадимович. Спасибо большое. Хотелось бы сделать такую информационную заметку, что владыка Диадор тоже является членом Палестинского православного общества. А я чего поэтому мы помним. Мы сейчас пройдем по-выскому. Я только хотела спросить, а директор здраво-культуры здесь или или можно вам сразу вручить тоже памятный календарь посвященный речетей роман роман спасибо большое за это спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok